пошла как все стало классно 19 градусов более более прохладный воздух пошел кайф ну какой закат красиво завтра будет жарить опять видите народная премьера табле а это у нас уже буду где-то в буте да вот она я не могу понять фары что-либо сапорство света так вроде сгоня не подсвечивает раздалека подсвечивает вот такая красота но конечно чувствуется что не в городе городе асфальт бетон стены все нагревается все потом отдает а тут как бы земля на так не нагревается потому что солнце села и сразу прохлада идет сразу прохлада и плячусь на камеру бы не щелкнуться красотой залюбовался смолите поехали не могу через мтс приложение российская опять положите отклонено система и службы безопасности ебка что вы там все делаете придется идти этот самый на луколе там бесплатные киоск блять положить в рожьи задолбали блять как положить было и прошлый раз ехал все нормально прошел платеж в этот раз открываем положить 100 рублей а он горит служба безопасности горит нам такие деньги не нужны но не нужны и хрен с вами положим в другом месте все 590 километров 15-16 километров осталось там 18 границы бак пустой поэтому надо трюхи можем покричать было бы заправить вермаках не хочется брать брали всегда это ну блин а хотелось бы трюки дешевее солярочку не если если бы взять литров 200 а тут там например да там на где-нибудь на ну там просто нет еще ну там можно было разбавить там 50 литров этой шляпой добить до полного скажем так на хрен с ним а так конечно чё то что-то ничего там ладно подумаем можете придется заправиться а то придется по гос цене заливаться а по гос цене не варианту даже бизнес ее мои ладно поехали сейчас брату позвоню скажу что уже подъезжая но он где-то недалеко за мной там буквально километров 40 идет позади так что может пока я тут гав-гав-гав-гав по топливу сегодня мы этим ну как бы относительно не поздно вот что про избу хотела сказать короче не знаю или этот и пешник нам портится и там вот новые девочки пришли работают короче ну брат тоже и заезжал заезжал в избу горит взял основной колбаски как обычно опять там письки хвосты и все остальное там непонятно что говорит тоже одни хрящи какие-то жилы а ценик нормально там кто заезжал пацаны знаете а я тоже тогда правила ребра делаю это женщина сделала отличная в этот раз взял просто вот такие маленькие ребрышки резиновая просто там короче холодным еду дальше фигуру плетем чем делать а бабки заплачены чем как-то вот так ладенько поехали на границу потихоньку проходить и возможно подождем братишку там и уже тогда до смайленска пойдем вместе ну друзья на лукойле домой колечко сюда все нормально было стал на лукойле сходил положил деньги потому что через приложение ну никак что поставим покричим чуть-чуть да подождем брата брат уже уже оршанский перекресток прошел так что ему тут осталось буквально уже дальше попрым вместе про уважение видите да уважение на слушают дети правильно откроем шашлыками только пахнет кислорода нет вообще ладно все стоим ждем через покричим а вдруг а вдруг а вдруг кто-нибудь нам через продаст нам хотелось бы как раз есть время принципе сколько 22 24 полчаса брат доедет 11 ну и часик до смоленской 12 если что будем ну в общем как-то так все друзья ждем и ищем топлива друзья мои он братишка за диет белая мои лампочки стоят филипси которая были у меня вы веке ну и взяли бы 500 литров человек сдавал на двоих разлили 300 мне 200 брату вообще итог итог все это наше место налог на и место едем вместе получилось не планировалось но так получилось в общем в принципе в принципе прям по датчику я так но ты себя не полтинник взял а там 30 мне бы влезло 320 вообще было хорошо ну ладно все шпилим вилем дальше да фары у него конечно тоже стали светиться но ярко эти мои лампочки светят хорошо прям видно вода все погнали отдыхать на место отдыха доброе утро всем зрели моторы лучшие перевозчики беларуси на связи лучшие потому что блин а потому что он практически уже натирает и данте ручки себе красоту на воде больше ой как хорошо поспалось мало но хорошо попили кофе я будем выезжать качаю в воздух масло проверил масло заменено проверил пока светленькая даже почему-то не почернела честно говоря хотя уже проехали прилично уже больше тысячи от замены влупил дмшки бегут просто неумолимо хорошо как а сейчас разгрузится еще больше рассказывать нечего приехали стали и сразу в отбой впали вот и все сейчас накачаем воздух сейчас вам покажу что я купил кстати брат тоже такой себя покупал но молчал а тут нет а где мы эта бутылочка бляха а где моя бутылочка еще одна а вот она в общем вот такую виртов скую жижку я вам нара показывал да ну кстати она неплохо поет я вам хочу сказать главное концентрацию разводить на стоит вас плана три рубля но моет хорошо кстати работает хорошо мух моет мне понравилось у меня еще две штуки в легковой есть и одну я здесь развел на бутылку вот у у меня оставалась вода литр буквально оставался я развел ну как бы и там сколько в бачке было немного я посорил так визуально вообще она вот написано содержимое достаточно для разведения в двух с половиной трех литрах воды вот как-то вот так но вещь неплохая виртовская это честно скажу чем что ладно сейчас как говорится докачаем подкачаем и погнали работать опять время 8 утра но мы уже почти на самом месте катимся тут где там родственник мой ездит и мая дальний вон он подглядывает до 818 что там посереда прям проскочили тут по всем зеленым светлофором и быстренько докатились к будем колотиться здесь вот кусочек ямка на ямке ну что друзья отмучился я тут последнее время что-то как-то все тяжко тут дается много отгрузок народу дофига все тут местные лезут каждый тут друг друга знает от вось вось начинается эти на национальности переходы я машина стоит а я груз не стал блядь ну а реально то есть как бы ну место совместно и начинает а это белорусы там это то я хотел сказать блядь ну вроде мужик уже башка седая и остальное все седое а начинается этих претензии какие-то национальные пришлось тут отбегать тоже эти наклейки штрих-коды надо клеить искать название фирмы вообще как бы ну это должны делать здесь пацаны но так как он один здесь почему-то я так думаю отпуска может еще что туда-сюда и потом девочки даю вот такую пачку документов ей надо это все ввести каждый в компьютер каждый надо распечатать какую-то бумажку оторвать ну короче очень долго очень долго но вот 1108 я только выезжаю брат поехал грузиться мы выезжаем сторону дома в сторону границы сейчас посмотрим еще в чате как там весело и что там вообще происходит на утро так скажем как бы не было этого самого тут а подождать а постоять блять сия мы когда-нибудь сделаю здесь на тут блять два кузова асфальта или нет а вот интересно блять за тут их вообще не собираются латать ничейный кусочек дороги что можно было сделать вру скоро новая яма уже скоро зима а еще старая не золотали чем как-то так ладно что поехали в сторону границы подвигаемся когда за маршруты те же рассказывать сильно нечего в смоленскую привет и погнали все друзья нас начали мы тут постояли немножко потолкали сколько не помню поскольку стали братишка выезжает а он какая черная туча встречает на родине нашей что слип не тут летают с коня короче очень большие фу но тепленькая капец 30 градусов но под солнышко спрятал а в мальца едут типа для права дружного движения а кто это бля а как тут ехать надо а сколько что бля накидывай не пояса там еще не поел бля там уже за руку сел а вот этого дяденьку тут немножко гаишники это самое он правым пасом поехал ну или левом как там правильно начал там сниму это я спешу я спешу я что-то не вижу что ты спешишь спеши он накидывая есть куда-то спешу не спешу и куда ты не спешишь ну вот мы как говорится и на родину братишка тоже их там вставляется спешащих а он цыгане стояли на лукойле молодой человек камера можете помочь я говорю только советом иди на работу блять все играть я помог говорю ну чем мог тем помог заезжаем на этот самый на русне там пополнить надо было братом обещанный платеж сделал он уже и там ходит а его папа полные руки мороженого всего он сказал сложная жизненная ситуация семейная ничего страшного работа и трубка из тебя сделаю человека финансово обеспеченного я правильно рассказываю что правильный все фары выключаем можно ехать и дальше погнали угля там черная капец на и хрен с ним главное чтоб как с ведра не лила остальное пофигу да тут брат тут солом друзья мы поехали конец света наступил вообще ветер такое просто ехать невозможно капец поля я сказал брату давай станем постоим да ну его нахер такой ветер рвет все мечет где-то попали в самый шторм просто как не смотрите что творится дичь витрила просто жесткий блин ахренеть вообще вот эта погодка пришла жаришь к и все вон люди на воришках едут да нахрен ехать надо чуть переждать я думаю минут здесь 20 пройдет ветер шальны куда-нибудь разгонит как просто капец смотрите что творится получит как полет свежевоздух пошел ну а мы пока постоим подождем чуть-чуть потому что так ехать невозможно тут за деревья еще более менее ну так только на пустую на выезжаешь поля такой ветер боковой шоу ахренеть просто просто так что пережидаем так сказать попали в шторм можно сказать ну что друзья зашли мы короче на шашлычку пообедали с братом правда мы скромные ребята по холодничку и одну порцию шашлыка на двоих что-то жрать так вроде и хочется вроде нет нам хватило все брат поехал вперед вперед уже вместе не будем ехать я заеду сейчас еще на заправку блин жарко конечно туча это вон там он осталось где-то в конце а тут сказали в минске душит капец тоже вот зайду кофейку хочу надо блин у глаза что-то штырит меня ну и все я буду загонять машину слайку на ремонт он там попробовать в такую жару выходные что-нибудь сделать горит дыхать тоже не мочим не в боксе не где вообще вот и брак меня приедет заберет оставлю машину в общем как то вот так до дождик там шел мы переждали маленько самую бурю потом он еще шел мы поем просто ветер вид нашу ветер подстег и поехали вот отсюда вот до шашлычки прям погода была из было блин 15 солнца не было 18 сейчас начинает разогревать опять вышло солнце стало блин теплее вот так вот вот так вот там человечек пишет комментариях под роликом посоветуйте какую машинку в перевозке брать тент или советую подумать а стоит ли идти в перевозке чтобы потом при встрече мне не рассказывать что там мало платят ставок нет поэтому так дешево есть только в этом а так так это ваше личное дело каждого куда вы идете и что делаете я здесь ничего посоветовать не могу никакую машину покупать пинтованную или поэтому куда вы как говорится направились туда идите я не люблю когда у меня советы вот эти спрашивают потому что посоветовать нечего собрали сделать делайте и все не вы одни хотите прийти на легкий хлеб поэтому приходите пробуйте многие уже попробовали уже давно пошли работать на дядю и сказали что спасибо пожалуйста мы больше не хотим как то вот так так что все шпилим-пилим дальше ну что друзья киноху будем заканчивать я уже подъезжаю к месту где буду оставлять машину на ремонт будем надеяться что получится компрессор поменяем новый я купил гнор сделано в России да ну вроде как вроде как гнор вот ну и надеюсь что может быть перетяем поменяем болты которые кузов держат ну я надеюсь что получится так что вот такие дела друзья мои все всем пока беритесь аккуратно охлаждайтесь тоже